так что давай это здорово всем привет короче на это это команда шепард короче говоря элитка игра которая во многом раскрывается в кого ты то есть в одиночку в ней играть на самом деле интереснее но в кого ты своя атмосфера и реальный гораздо проще играть и задание многие отойдет там на как там хэдхантеры охотники с головой выполнять проще понятное дело вдвоем хотя крыло пока что работать через попу да иногда мы не можем запрыгнуть там в какую-то точку если накладал сейчас он у меня в крыле и да покажем как голосовая связь работать связь голосовая в игре на самом деле офигенная но при этом она специально то есть добавляет фоновые шумы чтобы было ощущение что-то там по рации как разговариваешь да 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 причем связь такая именно очень классно скажите что-нибудь а я тебя назад тут у меня война какая-то реальность станции все бьют один маленького роза хаб от еще соседней системе сейчас короче мы с джеком встретимся вот этот я просто рассказывал в начале своего видео что мы тут собственно показывать нечего играть самим интересно но людям показывать что тут мы летаем от станции к станции выполняем работу вот такую монотонную да как бы ну типа такое не особо какие-то заварушки проходят если проходят на их неинтересно но я вот сейчас вот короче залетел опять к этому поясу астероидов и там два имперских корабля тяжелых я как обычно офигел но опять их размотал как и мне дали это делала соточка не причем эксперты по моему были ли мастеры короче жесть была втором нет допинали там прилетели службы безопасности ну короче там постоянно вот этот можно шахтеров по защищать можно самому шахтерством позаниматься короче лети как у нас с тем это называется мне надо где-то в 10 гиперплюшка вами с тобой слоя раз где-нибудь чтобы и тебе и мне поблизости за рынке нет так сейчас я тогда скажу где будет в принципе ну вот и вот этот ты уже проложил дорогу к нам густо до система рай сектор тор 2 47 вот там можно встретить начата кириллица тося у меня кошка из каюты выбежал простите да не обратно к сектор чё там тут просто этих а сейчас скажу мне генера народ здесь просто я говорю этих холрай секторов даже у меня сейчас если на карте люди смотрят 1 2 3 4 то есть одна из самых распространенных вообще здесь очень много так аларай сектор то rb а4 то рядом сросли саду на слышишь эр или иллюзера короче тире эр то тире rb 4 7 4-7 господи они находят рост 19 рядом давай в рост 19 каждого ну ладно давай рост 19 это проще нам наговорить короче вот такого и пола на мать слушай рост 19 по я 190 хросс вел а у меня роста 90 вышло знаешь где он находится крайнюю 393 световых годах так рост 19 ну в реальном времени тебе недели две туда лететь так что наш достойно шоу рост 192 ванта фак вообще так сейчас я найду рост 193 я в шоке короче такая это опять как она нейронная блин звезда которая метода дико проблему это звезда короче не могу найти то что мне говоришь потому что она у меня 190 находит так сейчас еще расскажу рост со семьсот на от нас срочи саду мужская заживал просто начало твоей фразы и 19 19 нету а вот она так она находится на расстоянии 1432 я могу туда прямым прыжком прыгнуть наверное сейчас посмотрим короче к ты себе джойстик ты купишь я уже все джойстик быть через пару дней так что буду на нем проводить играть так главное настроить крышка во мне не хватает такая провожу маршрут это мне 4 прыжка будет ну короче скоро увидимся я дальше прыгаю главное тут ни в кою звезду не зашибиться и чтобы она мне только просто мне алюха другом такой тоже купил эту игру говорит как вы вообще горит там на мышках можете летать там когда вот этот маневрируешь резко он вверх потом резко вниз и ты так это да это просто но я тебе говорил что надо мышка вот так вот тыкать тыкать не еще он такой горит ягод запустил ты грану купил запустил горит эту игру поиграл до пяти утра но восемь вечера начал удалил горит вернул деньги потому что у меня горит на работе начинается аврала я не хочу потерять работу и потом куплю слишком а там разве возвращает если больше два часа играть мода потому что он вернул может он тему в один день что не играешь короче я покажу нас дети больше одного года все нормально короче тут нафигачивался на цветов все прокачивал корабль или ты копишь деньги на я его прокачиваю потому что ну типа он сорок стоит денег то есть ты про кашку вливаешь и его цена повышается поэтому я прокачиваю крутые пушки поставил автоматически по 500 тысяч самая жесть когда вот этот турель я сейчас вот с этим имперским тяжелым он летит ко мне спиной или вообще я сверху на него захожу и турели во мне шьют то есть хотя он вообще в другую сторону повернут это жесть и он не там щит сносит пипец жестко вот я щит пытался улучшить но потом я зашел до момент когда я уже не мог прокачивать корабль за то что у меня не хватало энергии просто на самом корабле но вот я думаю что асп он реально будет просто здесь на самом деле так много от корабля зависит от того сколько ты в него бабло вложил я тут видел товарища видео он короче на игле летает вот игл вложено неплохо так и он серьезные дела творить в общем но он просто знает когда бы у него то есть все просчитанное он бьет по определенным системам и тому подобное в общем враги страдают хотя он на икли практически начальном корабле но конечно же на вульту ридом на каком-нибудь сильно асп заметно мощнее ты будешь бить по врагу помнишь этот случай но я короче в россии я тоже уже практически там короче но джек там занимать своим делами торгует я говорю о тут какой-то не неизвестный источник сигнала дай-ка я такой типа слетаю к нему залетаю и там в космосе тупо висят контейнер золотом куча короче я такой джек тут золото прилета я один не схвачу только подлетаю короче в этом ну в сети сообщения он купился неужели он купился на это вылетает целый флот пиратских кораблей и меня разламывать за сколько там секунд за 5 наверное просто я даже не успел сказать что ай ты сказал золото и это были последние слова а у меня бьют джек а я убил целый флот это была засада я такой ну это называется алчность прикольно я еще спросил у людей как работает распределение приоритет вот вы можете видеть джека на радаре собственно вот у нас появился я кристиан залетаю так я поставлю себе маркер на нее тоже короче говоря она хочу хотел сказать а на четверку нажимаешь и здесь идет вторая вкладка модули я в общем спросил у людей как она собственно все работает потому что у меня определенное недопонимание по этому вопросу вот я только спросил вот этот видео выпустила потом можно будет почитать то есть можно там гайд в интернет нет скучно вот так что лимит пообщаться так начата пролетая дико разогнался стопу и не все пошел сюда при записи это все это что плитками да да нет я как бы тихонечко лечит посмотри какая классная звезда это вещь такая согнем всякому тут такие эти видели ну землеподобные планеты то есть планеты пролетаешь по ночной стороне а там а там в общем красота давай этот на видео я прям за тобой на видео сейчас ты парнемся друг на друга посвятим только не помню какой кнопкой фонарь включил а нет я поставил ее всегда на джойстик так то вошел вон я тебя вижу ты в 12 километрах тебя опять кинул за 20 ну типа да за 20 километров давали эти самой и ненавижу ты станции в них вообще не поймешь как улетать вот артур не соврет я один раз 10 минут реального времени из-за выживотом я этот короче он вез рабов по моим перских но проституток и да 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 или он его там сканирует постоянно пытаюсь уход так стопу роли пролетели нейтронная звезда это красиво но очень опасно потому что она начинает экстренное торможение примерно в тех же параметрах как и обычная звезда но если обычно звезда ты видишь что близко подлетел то она по сути очень маленькая ты просто думаешь что он далеко у меня фонари светят хотя фонари светит вот так выглядит наши машинки так да они у нас не осталось вспомнить как собственно включать а вот он его скучу видите давай открой свой чуть а за вооружение сейчас сейчас увидишь у меня два орудия которые стреляют автоматом и два пучковых лазер сам то есть эти два гатлинга многоствольной пушки 2 пучковых лазеру я 4 пучковых лазер поставил качестве эксперимент что-то они щит сносит просто реально жестко смертельно и очень быстро но потом возникают проблемы а после считала то механический дамаг отойдет от который прямо брони корабля да и там соответственно можно вырубать различные подсистемы на этом пока еще не используем не научились у тебя опять раскраска давай щит и друг другу правда небольшой докфайт устрою мнение у меня нет этого давай насчет летаем что на и знаки метра на 2 а потом на скорости полетим друг друга постреляем и я уже отлетел в принципе так такая ружья достал мы и пиратский пират в расстоянии пучкового лазера не конечно не так хорошо и лучше отличать тебя дам подойти тебе поближе и теперь вот это это что было это это у меня типа как бы они не пулеметы они пишутся что дорогие поэтому эти скажут другое опять эти прилетели рядом со станцией дебильная тревога смысле тревогу тебя все нормально так не на в лед я за тобой полечу потому что у меня был корабль старый я на него поставил прибор специальный который делал автопилота если подлетал к станции сбавлял скорости меня корабль сам за меня короче залетал станцию садился вообще меньше делать не надо а когда купил этот корабль у него нет такой фишки и и вообще разбиться с автопилот это покатя там короче он подведет к шлюзу это пока он тебя выровняет не но он при этом если я сканирует будут федералы а ты везешь да я сканирую то ты можешь сам газу дать нас и заведеть пару раз было такое кристина встречную он запросил один раза не могу фиксировать цель теперь смотрим по меня радар чеку это здесь у нас должен быть в лед кстати говоря уже подхожу к нему судя по чему я найти его не могу вот он тут опять чё такое нет лишь где я я пришел к у него сейчас еще по-моему я так пушки надо убрать этого биться еще так пойду искать тебя главное стану с ним лететь то и на скорости да нормально или даже не поцарапаешь не бойся ну ты помрешь конечно так ну я конечно помру я каждый раз когда сажусь но типа в таком режиме у меня 10 процентов краски стирается просто скоро я нашел вот так у меня двадцать девятый шлюз это там этот ты не надо какая у меня 6 но я чужим вперед тяжесть перескочим шассишку на дна ксак шоссе мол живется на выдавать же эмо джи так 6 вот он мой так мои 29 короче вот так и живем ребята вот так и живем занимаются всякой фигня это будни мира сгибиратов убивательских убийц и тому подобное тося кошка этот приборную панель лезет все отключено тут правильно кое-как на службы космопорта посмотрим что них заработать есть короче просто покажем там как мы живем вообще ну тут этот я честь есть не могу и шасси выпустил ты той стороны залетел до той стороной есть джек работа по лег лег далее хорошая у нас 3000 рабы обычные в антенском обычные рабы на клик короче когда ты возьмешь я возьму потому что здесь бывает что один берет и через некоторое время второе берет и у него пропадает в общем сейчас система охрана в общем космопорт иванченко фижен охрана до которая а иванченко поздно все принимает четырех рабов довести очень легко у меня была ситуация кстати про который но по-моему при тебе это было да когда я вез короче четырех рабов потом случайно потерял контроль над кораблем после того как меня атаковали пролетел рядом со звездой какой-то огненной короче и поджарил трех работа с одного подгоревшего мне сказали типа миссия провалена так а чё тут есть на этой станции космоверфь может какие-нибудь корабли уникальные вот эти вот корабли которые у нас их достаточно довольно сложно найти то есть да мы их только на одной станции увидели пока что и сразу кундачу чем они достаточно прикольно они очень маневрен и они такие вот начально среднего уровня но уже не чешные так и вальчика дачу не там у меня наверное бы при паха какие у него припасы господи запчасти но ты купи потому что мы с тобой нет но у меня не надо бы припасами все от генераторы да блин так универсиальная картография кстати кстати нет транспорта который мне нравится то есть аспе которых хочу взять за 6 миллионов аспе да аспе вультура то ближайшие цели так 5 часов надо как налетать а еще короче один раз я уже стоял ну то есть сел до на станцию начат шоцвим делами заниматься у меня было короче 8 рабов собой то есть он полностью забит был этот отсек рабами и по-моему я еще какие-то эти наркотики вез короче пару штук с такой сижу спокойно как бы но не тороплюсь никуда и бас пишут вас сканируют я только что такое смотрю знаешь там флот пролетает такой один из кораблей ко мне реально подлетел решил просканировать меня я такой быстрее в ангар опускайте меня опускайте в итоге меня не успели опустите я 35 тыс он должен а у меня был так что поставил на станцию не такой сферического типа то есть станция где-то сверху приземляешься которая небольшая реальные власти расстреливаю короче пока я стою там в доке меня сверху расстреливать прикол так все традиционного захвата нет можно уходить вылетаем короче мы да уже научились там использовать при распределении энергии от этого справа от значков счетов там и состояние целостности корпуса там движок на системы на оружие то есть все умеем это вы можете не учить лет нам очень вы продолжаете писать полезные советы потому что не знаю это ну такая игра которую реально там только по гайдам изучать очень многие момент до полезных советов мало не бывает на кстати я читал отзыв стиме большинство людей пишут а если ну как бы вы не знакомы не то чтобы с жанрова вообще как бы ну у вас нет знакомого который может вас обучить или вам лень смотреть видео то в эту игру бы тоже тяжело играть тут тебя закидывают и просто делать что хочешь так иванченко вижу это нам куда нужно лететь это нам солнышко облететь надо да совсем чуть-чуть туда 23 окей есть перехватывать будут скажи где вслед за лечу короче вдвоем воевать конечно интереснее мы тут подлетим какой-нибудь маяку там повоюем чуть-чуть так пусть и лухи если залетаем там короче но есть такие квесты то есть охотник за головами где нужно найти кого-нибудь супер крутого например героя какой-нибудь планеты короче и уничтожить его и артур ты уверен что мы хотим уничтожить героя вот это вот планету на которой не сам население там несколько миллиардов продвинутым типа ну короче чуть ли не центр вселенной такой планет я говорю ты хочешь одно же тоже герой этой планеты как-то поле потом полетаем там короче считал анакондова такие до свидания нечего здесь сделать квест видеть деньги платить на жаком будешь здесь есть торговые пути по которым если полетать там часа два вроде как покупая определенный груз и продавая его то можно тоже там зашивать люди говорят по 500 миллионов по 500 миллионов сюда нужно во первых и время тратить на во вторых маршруты знать то есть принципе экономика здесь довольно сильная она реально воздействует от того насколько игроки какие-то вещи покупают или продают то есть всегда но одного и того же пути какого-то который ты запомнил будешь постоянно возить одни вещи в другую систему и другие вещи в третью там на такого нет то есть там постоянно меняются курсы где-то выгоднее где-то не смотри он нравится интересно меня сейчас опять далеко кидая забитая короче со мной опять поэтому по сообщению вышел на связь какой-то персонаж и горит типа хэвэ месседж файл интересно этот внутриигровой то есть 20 километров я кстати вижу свою посадку вторая посадочная площадь и там уже близко а вон вон он пишет типа ах да его а хэвэм потанта formation свою не знаю чё хочет банана фишева завод но это то есть не игрок не подумайте если спереди перед именем не до надписи к модер то значит это боты так блин это чисто по маневр на меня все делать переворотом короче я на самом деле как не обращал на это внимание но джек вот сейчас вот говорит что у каждой то есть станции есть уровень лояльности который повышается если выполнешь на них работы и соответственно больше ну заработки они предлагают в итоге вроде тогда и качается сама по себе репутация то есть как и торговца и когда вы корабли уничтожаете просто можно полетать побивать корабли и и стать суперкрутым охотником и благодаря этому вам будут давать крутые задания вот сейчас наша репутация меня загрузит магазин и покажу я боевой ранг в целом безвредно по моему второй ранг после нулевого торговый ранг я коммерсант это получается четвертый с нуля и исследовательский ранг бесцельный то есть 14 процентов и вообще это ну типа никакой изменяя следовать терялся малюха перелетел так я заправляюсь и сдаю рабов но вроде никто не сканирует это что-то короче так ну и как бы подальше от начальных систем отлетели вот поэтому здесь и как-то полиции поменьше игроков реальных поменьше просто есть ну вот допустим я не сдержал свое обещание и добавляю всех кто собственно пишется друзья и есть такие персонажи один там володого что ли какой-то короче просто преследовала да и мы просто постоянно такой вертится вокруг тебя тип фандарем он сам педалить не начали вам пока не убежал короче так это все и продолжалось вот так самое забавное мы пацану сбили щит сбили здоровье до 30 процентов он сделал гипер прыжок убежал а потом написал да я вас прикончил но жарки че мы пираты пиратов так здесь необходим опытный техник по утилизации старинного оборудования что это в связи с рядом неприятных событий храна crimson electronics x вынуждает а вынужден обратиться за помощью к опытному военному технику который сумел бы взять на себя особо щепотильное задание по причинам которые вам знать не обязательно нам необходимо отправить героя в отставку героев герой отставку вот героя надо опять убить и шпинг дыма джел габриэль сын можно попробовать давай попробуем но находится в системе потому что вот чтобы вы знали ну типа нам говорят систему и в ней нужно вылетать в не но в разные сигналы там сильный сигнал необычный сигнал не опознано сигнал и ну типа абсолютно рандомный шанс на то попадется на этот парень или нет и плюс скорее всего этот герой не один а вместе нам с прислугой своей короче у нас такие неуловимые птицы или мы делаем набег стреляем только по цели стараемся вынести максимально быстро со свитой не воевать потому что три даже стрёмных корабля это ну они все равно то есть пока ты там бьешь 1 2 тишь щит ошибает а третий ковыряет твою броню там поэтому лучше с большими с копищами не работать так пен 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 пендунг где находится но прям рядом по-моему сейчас я посмотрю так сейчас я вылетаю индунг поставить все хорошо короче вот из этого состоит но мы на самом деле больше именно торговле занимались хочу тякаешь какой там ранг торговый ранг торгового у меня у меня версия это один процент уже зато значит это уже успел на торговать да ну я такие типа знаешь задание даже в итоге все равно приходится дешевый брать если видишь что они в одну систему все равно залетаешь там на 5000 на 7 плачешь но все равно тебя растет надо рейтинг поэтому лучше выполнять вообще любые задания но конечно если прям много денег дают и надо заметить что каждого здания есть определенное время то есть если например однажды взял задание но перестал играть на следующий день за запускаю игру у меня задание провально я такой да в реальном времени среди к там время сми что-то тебя не ждет лучше расскажи какие у тебя впечатления в первый раз гипер пространство попал это было очень круто летишь такой вот прямо сейчас вот то что я наблюдал я такой вау нифига себе артур такой ну слушай самое сложно посадить первый раз корабль многие разбивали я такой тихонечко аккуратненько сел такой или жалко как ребенок то я посадил корабль в том что насчет управление толком не знал и короче вот этот по ходу действий а как шасси выпустить я говорю ну посмотри он короче уже там я не знаю в двух метрах от корабля лезть короче вот так и учились на ходу так тут есть две зоны конфликта высокой напряженности и матч сам попробую залетим местные голосовая прям поблизости можно у него посмотреть за тебя получается страну вот на мышке действительно на джейстике гораздо удобнее даже просто видел геймплей на ютюбе где люди играли на джойстик видно насколько им удобно даже вот этого там рядом с тобой кто-то есть не знаю короче на джойстике вот это даже вот смотришь на джойстик управления короче как я делаю джойстик так он собственно это сложно объяснить в общем просто как я управляю полный эффект присутствует офигенский так хорошо и отвлекся надо уже залетать я подлетаю я уже тоже тут у меня наверно кинет сразу как-то задержанная я смогу наверно по твоему следу залететь нет еще достаточно далеко так на и вхожу все посмотрим где-то там окажешься тебя не кидает нет пока господи лайки на феве так а у нас как зовут товарища так транзакции гжель габрили сынова зовут здесь у нас новичок который через здесь вообще достаточно много всяких товарищей иглу какой-то летает вас холио смертоносный но походу пиратом нет он нормальный короче лети ко мне здесь какая-то движуха идет у меня было такое что залетел в систему где мимо следа прилетел где был короче законник и парень который разыскивался начал бить разыскиваем парня он оказался в одной команде законникам короче мне пришлось двумя драться такой бывает то есть абсолютно необычный блин никак не могу в новом типа разыскивается в другой системе а вы считается нормальным там учить и к власти пришел скорее всего короче здесь всякие есть но что-то разыскиваем их пока нет во нашел разыскиваем могу подождать но я наш начну пока плющить а ты залетать кобра мкей безвред безвредный но я думаю ты вот он одни спешит здесь я ему щиты сношу просто первым залпом а потом у меня уже пушка заряжается нужно ждать некоторое время либо короткими пучками убить так заходим к нему в попницу я не успел влететь по моему или или я к тебе влетел или я все-таки не успел везти в свой след да просто на навигационный маяк бы навелся он кстати все вещи скинулась и чем можешь подобрать он кричит я тебя прикончу нет я тут один короче вылетая просто находив контакты с навигационный маяк и прилетает но он кончился в общем вот эта штука в общем у меня просто идеально шибать щиты чтобы ты потом ему добавлял там этим своими пушками пушкин очень сложно ну короче ну ты понял чё эти риски ну зрителям скажу нужно подлететь вплотную практически чтобы им попасть они достаточно медленно летят и залпового оружия тоже но залпу это вообще жесть этом на 160 по он покупал до одну пушку за 160 купил это шарах это как из дробовика у меня кстати твой след и сейчас все вообще не вижу так что мне нужда не заходи в контакты и выбирай навигационный маяк но у меня нет контактов радиусе пишет хотя я бы хорошо что-то странно это же просто как обычное место какое-то только зона конфликта есть и контроля тоже не выхожу наверное контрольные точки сейчас я вылечу вместе полетим есть очень часто вот это вот странно бывает что один допустим находится в нормальном пространстве 2 на гипер крейсере его просто тупо не видит где он и из-за этого часто проблемы найти друг друга так на тебя вижу да с тем чтобы или давай сильный сигнал или когда ваще хочешь я за тобой звучу давай сильно сигнал поближе будет вот и наш даймонд-бэк камудры джек шепард летит есть постоянно кстати есть сигналы который только я вижу только он поэтому я просто следую за ним то есть я не навожусь на сильный сигнал потому что могу на другой нечаянно вестись он зайдет в этот сигнал а я по его следу собственно залечу туда же это короче мы уже приучились поначалу вообще не могли друг с другом летать вместе сцена в разные места попадали еще нужно научиться именно по системам убить ну там выбираешь разнообразные системы куда бить либо в маневровый двигатель или пуще ты генератор вот я пока не умею честно я сейчас на пушке пока переключил чуть-чуть с этим даже быстрее чем я влетишь потому что я всегда да я не наложусь я даже не лучше влечу туда куда ты потому что мало ли лучше в одном месте быть чем быть то есть вот синяка полоска внизу на которые сейчас показывают то есть она но по сути сама скоро избавляет спидометрами . но я что-то как-то все сам до люблю долетать с привычкой это как бы наборы быстрее получается уже потом все осталось меня возможно даже с тобой сейчас кинуть потому что я очень близко пять четыре три пробелин я готов прыгнуть о господи да и я с тобой зашел ну нормально вместе вошли в крыле так кого-нибудь тут видишь 1 2 3 6 так но это скорее всего одна из тех работ то есть это о господи о жорж разыскивается ну слышу не знаешь такие махины логанасом это легкая цель но как бы я не вижу кого-то кого-то кто бы разыскивался я нашел одного и он на чем а он на том же самом его зовут джорик интересно стабильно за посмотрим сейчас я его первым делом педалью короче сношу ему щит короче он майкл команда у нее серьезные счеты но я два снес сейчас все жду по последнюю полоску собьешь норм я даже не отбивается у меня еще автоматом мои ракеты хорошо они у тебя натурильной основе что это круто почти сбили так у вас поделись спокойно ему как бы пока парень давай работай я слышу там по эти хорошо это он большой по нему сложно промахать да он медленный пушек у меня на ранее пришлось больше идет торговый вот это вот на кого мыши то что я сейчас делаю достаточно сложно делать то есть крутиться на месте да 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 то есть люди даже у меня видят как я тихонечко так летаю вокруг и стреляю просто у артура бандемовка он пипец короче он этот долгом его бить был и по мне сзади тот шарашт по моему но пока что так не стоит внимания так ты пока шей а я подожду пока установить короче у меня перегрев небольшой часом постарается уйти наверно волну я думаю что нет потому что видишь него как-то скорости мало нужно попытался ускориться но и может вообще ничего не дало сейчас когда я ускорю все было очень близко в общем упора стрелять оттуда щит восстановился так и сейчас короче мучит верно исходное состояние мнение у него нет онлайн у меня прощиков потому что светел что не это называется пиратский маневр я улетаю такой суши мы долго ковыряем пипец ну потому что он тяжелый это один из самых финальных кораблей в игре итоге проигрывает брони наверно тишину то ли мне кажется мнение ну нормально да что из короче но он по сути как вы поняли ничего не может нам сделать но тупо избиваем такой я не понял отпустите понял он по моему хоры упадать потому что я себе чуть чуть тоже сношу так это просто запугиваешь на этом твердом растите вы на летели на линии огня 5 4 1 среди ракетки он не успел станет щитами но уже сняли все него мы все все хорошо чувак у тебя блин один процент как-то смешить и восстанавливает он питается стрелять по нам все до свидания 39 штук три зима ничьи да никло так остальные чё там остальные такие типа они не 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 этот пираты мы их знаем целом безвредный блин а где же наш ну короче нам тут делать нечего можно вылетать время кстати говоря у меня энергия была на движке у меня забыть можно было еще быстрее размотать вылетаем чё летим к этой пушкина выбрать сейчас увидим что ну куда можно полететь и там уже рядом вот я к зоне конфликта плеча вряд ли это он там конфликт посмотрим зону конфликта там как правило спидопитоны поэтому можем на получать ну ладно мне деньги есть то чем круче корабль чем больше не вложено тем соответственно под смерти большие штрафы то есть у меня сейчас 150 тысяч снимает за смерть вот я не знаю сколько меня от стоимости корабля от не зависит от стоимости корабля это зависит он навигационный маяк ты увидел лечу туда хоть она далеко я правда мимо им тут маяк на котором я той штуки куда я хотел изначально вот и летишь сейчас куда ну как сказать к мейку типа по карте нам маяк рады ли ты же быть донов маяк вот ты помог нему же летишь она ну короче я знаю где-то майк на только что давай даст за хвост с это который тебе сейчас нами где-то 200 световых секунды не значу тебя его раньше не показывали потом принципе весело был там я разобрал один корабль по пути сигнальный источник пролетели но нам не нужен я вижу тебя покажи им чего мы стоим подержи наших пилот конечно сейчас поддержим охереть поддерживший диавас там это тормоз что-то я лечу все свои 5 витки придется делать норм я думаю люди ну типа понимали что пришло время свергнуть их героя что это подожди сейчас реально там шесть кораблей будет топового класса тогда он спец и дело поважнее просто не скажем у нас два важнее мы полетели брюки ждут что мы сбежим не дождутся сразить за нашу свободу отлетим сразу именно за вашу свободу конечно кстати я заметил одну штуку я хотел посмотреть сколько стоит мой корабль чтоб нас поменять и когда у тебя на борту незаконный груз у меня в тот момент были рабы моя цена корабля уменьшил заразить и мы этот корабль брать нибудь это вас какие-то мужики сидят привет вообще представляли вот этот влетаешь к солнцу не успеваешь тормозить короче и у тебя в трюме люди начинают гореть то мы представляем перский рабы это же проститутки по легенде игры этом горячие штучки сгорели на работе так и пишет это было горячо нам было смешно сгорел в работе на самом деле еще когда тепловый удар получить начнешь короче игру и вконтакте какой-нибудь плейлист музыки в общем так в том что местный музыку уже надоел какой-нибудь дальнобойщик там далеко-далеко так живет я не получил это ты прыгнул не это я прыгнул все мы с тобой в одном месте давай этого внешнего дуэкс вообще какой-то саши салик сейчас я смотрю на его он кого-то сканирует десантный корабль федерации могу вам так а наш я опять забыл как его зовут а я думаю нам потом напишет цель миссия джельс гаврис точно где джель динэш какой-то есть чистый чет пока никого тут на самом деле нет особо интересно скучно парни тут летают так ну вот на сайдвиндере какой-то кевин плавал но то вы можете видеть как джек него навелся и он чист поэтому я тоже вижу цель короче ничего нет почитаю подробнее может мы чё там пропустили а ты рассказывал историю как я биомусор а короче расстояние не растут или нет в общем история была в том что мы разбили какой-то корабль из него выпало 34 бочонка биомусора один артур с собой взорвал вот остальные триятку подумал блин наверно такая крутая вещь можно продать собрал этот биомусор улетел за две системы прилетел на станцию где его покупают и решил продать в общем общая починка корабля топлива которая затратил чтобы долететь стоило мне где-то в 7000 кредитов эти три бочки моя мусора стали 36 кредит видишь и дэйв смек безвредный день мало дадут мало какая разница может тут людям показываем звездные войны нет я вижу день ты моя цель должна видеть готов да еще 7000 лесу легко сейчас обучу просто вообще место счетов нет можете работать а я маленько подзаряжусь этих этих мужик давай вгоняй меня дальше и пошло так вам пока на меня пустились мне кажется мне понравилось что понимаете меня щит скоро становится надо исправить что он по ум кроме нас еще кто-то шьет идет короче вообще не туда смотрю поэтому при тэпс и я не понял вообще так но у меня пушки просто 2 скажем упрощая на их четырех самец на взял уже на свидание общем парень сейчас попытается упрыгать не даем им это сделать в 1 процент ракеты лазера родину мне пишут что у него и нет листинного броня но у него чуть-чуть чуть-чуть осталось добивай у меня кто-то сканирует я не люблю когда мясо не что-то я зажигаю рублей окей там кто-то нужно посмотрим посмотреть саши царик это я учусь кто 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 там с кем воюет и лишь кто-то скина кобру какую-то в россии там сажается джефферсон клэй чист вот это саша царик на которые смотрю надо ее паскать кентон кларк вильямс разочаровывается а он на вайпере ну все сейчас он не будет разыскиваться так подлетая сношу щиты короче по той же методе дальше делаем дела в пяти километре от него так я сейчас метров на 500 подлечу и начну работать по нему он как раз увлечен там пока так а мне надо джойстик подвинуть это короче так все приступаю я пошел все счетов нет парень ты не на тех пиратов нарвался все короче не на тех пиратов нарвался суши ему реально плохо становится очень больно у него вообще там он такой слишком горячо от фами покинуть корабль проще но он такой лучший явно звезде сгорю ой нет я хочу протаранить хочу протаранить 200 кредит 200 кредитов а у нас было такое где мы за каким-то экспертом гонялись короче наверное минут 15 за ним гонялись стреляли по не устреляли в итоге 200 кредитов там черта то кого-то глушить он был эксперт даймонд бэк глушит какого-то чувака на сп тони уситала он разыскивается цельная навыка он достаточно серьезно но тут по нему бьют практически все у него бронения массажер снесем просто так же я прошу от нибудь с ним этот может снести контрмер из городских нихера держит да 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 у меня лазер и не мило зару не падает потому что курс или сложно промахнуться не мои лазеры с ума сходили получи неплохо он смотрит прямо на меня какой у него красивый корабль был чувак тут покраска не обойдешься вообще просто накинуть герой не всем сколько дадут 16000 неплохо по мне по моему стреляет мне ну мне пить и никто не стреляет но кто-то определенная сушь по тех кто стреляет и обраган по мнению да вот тело я увижу на кубленной а почему он сейчас стреляет я не знаю что жди пока не стреляешь из убедимся что это он кто меня сканирует это стив дэйл меня бьет новичок на кобре ты чё совсем что ты это там я не знаю сейчас заберусь приголяем пытается уйти читающий хожу у меня счетов нет вообще что ли или просто мне пока не счет делал ну по-моему нет то что обнимает что-то когда там с гатлингов начинаешь с роторных или там залпом на орудиями просто за счет вот я помню ведь орудия были казалось другая за счет да 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 это было очень круто но они как бы действовали имеет именно сложно было играть потому что должен сам подлететь во время вовремя выстрелить летаешь ректор и рассчитать это было круто вам так его прям реально такой скрежет булка я попадал пил 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 на свидание все приехал парень 404 слушаем сегодня богатых я не знаю да это то есть это не в нас делать ребята я он сегодня в начале этого видео этом двоих убил по 50 это просто как повезет просто какой-то шняжное всякое сегодня нам попадается меня петут по сканировать чужого что пока можно меня сканировать так никого нет улетели отсюда слушаем нам надо его найти как нет на предлагаю в какой-нибудь сильный источник там или неопознанный источник сигнала влететь может найдем короче но увидите ребята игра такая вот вот казалось бы мы тут еще толком ничего не сделали уже нам час прошел то есть для себя именно играть по приколу а людям так вы смотрите засыпать будете просто это много простите дел пиратский пираты зря летают просто поэтому так зона конфликта ну и по постам здесь в принципе их довольно интересно какое-то время делать потом тоже такой ну как бы рутина и у тебя всегда есть цель всегда есть корабль который лучше чем твой всегда ты хочешь себе что-то новое взять усовершенствовать и потом ты понимаешь вот я куплю себе корабль и продам либо обменяю свой и потом еще буду зарабатывать на то чтобы пушки поставить броню гипердвигатель улучшить в общем вот это захватывает за духу все короче так не на 2 лишь вот маленький синий квадратик это артур который полетел так у меня слева от радара увидите как набирать температуру но так как я все поставил на системы мне не так она будет греться потому что ты пока работают на все равно греется надо уходить надо уходить у тебя кстати захват все еще я захочу людей которые летят просто чтобы менять я это что эта штука у меня на кобле было убрал да они опознаны источник сигнала сейчас я вышел к тебе у меня короче даже горят ничего иначе не начало тут так прикольно приборная панель начинает дымиться за такой первый раз летал такое у меня начало такое происходято куартуру слушаем я короче счет дым какой-то он такой а че пишите кислорода четыре минуты осталось в смысле четыре минуты улетает туда ты умрешь те системы отказы такой накобылки и до отказывают есть места по безопаснее кто-то отсюда валит шином мы их найдем чем бы не пришлось рискнуть это они чего тут боятся что тут боятся может вас но как бы слова о пиратских пиратах по моему пошла так застал там кто-то отлетел все вспомнил можете перехватывать был мнение по мне далеко довольно 50 секунд что уже подлетаешь типа ну просто вокруг тебя каких-то о перехват ну пусть меня поймают так хорошо я в общем тебе поближе старая постараюсь подлететь поймаете меня может это и правда наш враг будет так ладно вхожу в твой след пока он один в федеральный флотских корабль захотели ты бежать душу ну типа на путоне мастер я думаю без резко я думаю знаешь как бы человек аж артур прилететь срочно тебе помочь не надо сражаться с как выучили но то звук красивый на солнце ты должен это увидеть бросай все тела на хрен летаю да и так то я бы развалил просто видите надо что-то там посмотреть срочно сейчас он сносить могут вот видишь она какая-то красиво все улета до свидания флот короче вот я сейчас вот точно также держу в левой руке клавиатуры выше но я покажу на коктей а в правый джойстик точно я абсолютно как то есть малейшее движение он отслеживает то есть чтобы они делал все вот это вот так управлять так вот этот я нажимаю указывать на пальцем я имею когда зиму пальца я короче к зоне конфликт опять лечу это вроде как я могу не с тобой слишком много насилия если не уйдем не выжим пишет шеннон шин зря все поясни сюда не вернусь понятно так навел сенте далеко до этой зоны конфликт зона конфликта низкой напряженность который да 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 было бы классно значит если ты залетаешь на станции слышит там новости по очередное нападение было на корабль вот мы типа слушаем интервью того человека на чей корабль напали он такая этот контент шину в самолете выключен в самолете прохладно стал руки зябнуть не слабый источник сильно ну ладно этим к этому конфликту посмотрим что там за зоны конфликта читай разогнался мне кажется в этом конфликте сейчас появится третья сторона если не четвертая учет меня короче у меня компьютер уже два дня толком перезагружался поэтому не игра приторможить это бывает у меня вообще джек она вылетала пока он что-то не сделать настройка так я пикрыто был бы тут какой-нибудь знаешь резкий тормоз когда у тебя бы так двигатели выходили бы вперед и просто матери сексуально остановка два раза джей мощь но она в сенте кидает не туда куда надо так подлетаем по мне поздно из . мы хотим зона конфликта здесь мы хотя бы в одну зону конфликта ты видишь я подлетаю к нему или как все правильно да 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 может быть где-нибудь разные источник конфликты там начнут час а мы их объединим есть что хорошо все уже почти это красиво летишь меня 4 миллиона мили шлемом напишите в комментариях миллион миль или что это такое мм вот что такой джек мм я не знаю милый мили джекского свое слово так я вхожу ты там далеко тебя не кидает со мной вместе что-то не смог узнать и они все нормально так драсти там происходит какой-то игл сил самообороны лучше сил самообороны десантный корабль господи ты повел сколько тут самолетов ось самолетов бы сможет тут нет сейчас летишь ты поймешь о чем я и фонова 7 сп специалист нарушителю он прикинь я вступаюсь за силы самообороны кто-то 8 обороны система нарушитель кого стрелять по мне стрелять тут вообще капец сколько кораблей слушай помещайте про звезду одну говорил далеко где надо смотреть не а джек надо надо этот нет ну против кого я не знаю надо выбрать кого-то 1 играть я выбрал какого-то чувака я на него наметился на я уже не вижу его наверно написано просто посмотрите сил обороны систем специалист вот его имя на сп я не знаю но вайпере он так хорошо сейчас я к тебе подлечу и просто вижу на кого-то на видео да смотри за мне вижу на кого-то найдем вайпер да так ну хорошо ладно я приступаю не знаю что это нам даст тут мы как бы в политике не участвуем о все короче половина этой планеты против нас и этих людей всех против нас круто а зачем мы вступили в этот бой а просто по мне вот это эти кстати на другой стороны по стране планеты хотел показать интересные кратеры блин и я значит я хочу кстати может хорошо учет от вайпер долго бить я уже полетел смотреть а ты ты чё мне не сказал я тут борюсь знаешь за короче макрой источник сигнала нам просто не нужно это делать так бы мы всех размотали но легко нам нужно найти источник сигнала и найти свою цель потому что блин чё с конфликтами чё он воюет между собой то есть понятно политика там я сам повторюсь как было человек в политике туда какой у меня там принадлежность дентом патреус репутация везде нейтрально всем плевать на мне джи давай находи какой-нибудь источник сигнала будем заканчивать ну я нашел его опять моя неопознанность и . куда лучше лучше ты заходи потому что у нас были проблемы с тобой за хождением в этот короче след как ну ты прям близко нашел давай так мы просто поэтому вот неопознанность точно сигнала я захожу а ты держишься где-то не очень далеко от меня и соответственно это понял как что за мной появляется сердце в него прыгаешь так я прям на нем уже посетил пролетая поближе поближе мне просто уже не дают больше споры взять так ну ладно я захожу можете окинуть прям сейчас рядом раз-два-два-два-два товарищах это есть наш лиральный плоский корабль и вредный и вайпер еще посмотрим вайпер томас лорензо это не то но он мастер чистый не то не то хорошо я хоть посмотрю на питом как он выглядит вам прикольно выглядит между прочим конечно крутой за такой-то бабу если он за такой бабло не был крутым то это было вообще просто возмутительно чё потреблять служить защищать что это их девиз надо убывать еще пират подлетают окинук сейчас не то просканируйте печать этом есть потом я это начальника так летал у меня в корабле ничего не было кроме одного раба тоже красивый корабль пипецкий счет мы не нашли этого парнями кажется не искать обе ну ладно в общем так мама продемонстрировали как она все работает по моему работает хорошо но конечно тут еще самое прикольное что постоянно развивает это все дело то есть постоянно расширяется скоро будут посадки на планеты будет возможность гулять по кораблю по станции короче развиваться реально есть куда так что не знаю а если они забросит это делал то ждем старсит а пока ждем собственно как какая сделать все по-человечески здесь царя вишки не кратеры красиво на этой планете офигенно короче лап по-любому смотрим на разные всем да всем пока